И вот издание Вашингтон-Пост опубликовало внутренний российский документ, который перехватила украинская разведка, и если верить этим данным, то за год с апреля 2003 по апрель 2004 года на территорию Белгородской области упало как минимум 38 российских авиабомб, а ранее в СМИ назывались еще большие цифры. И обсудим это с военным аналитиком Яном Матвеевым, кто, кого, как обстреливает. Ян, привет. Добрый день. Доброе утро, Ян. Это что же получается, как в том меме «Россия бомбит только не Воронеж, а Белгород»? Да, при этом если опираться на вот этот вот документ, то получается, что российские власти, военные, различные чиновники, они занизили это количество примерно в три раза, вот этих вот упавших авиабомб. Я помню, издание «Астра», да, приводило сто с лишним падений. Да, да, да. При этом эта информация не какая-то секретная, то есть «Астра» ее не брала откуда-то там из каких-то источников, они просто смотрели по сигналам, которые местные жители сообщают. Ну, возможно, где-то был там двойной счет, где-то еще что-то, какая-то путаница. Но так или иначе, скорее всего, около ста этих бомб и упало. Плюс-минус, действительно, и большая часть именно в этом году. То есть тут тоже надо понимать, что вот этот документ, да, написан с прошлого года, то есть он за целый год. Но так как российская авиация начала бомбить Харьков и Харьковскую область именно авиабомбами, вот этими ФАПС и МПК, очень активно в этом году, ну и в самом конце прошлого года, то вот как раз в этот момент все эти бомбы и попадали. Поэтому статистика на самом деле, она выглядит страшнее. То есть эти 100 бомб упали не за год, а за полгода. Яна, а можно я уточню? Речь идет о каких-то старых советских моделях бомб, правильно? И почему они, собственно говоря, падают не на поле боя? Это неисправность, халатность, они старые. Что происходит? Ну, не совсем так. Ну, в целом, да, но есть важное дополнение. То есть это авиабомбы. Ну, действительно, они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по... это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу. И бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы джедам. Только джедам более такой промышленный, более профессиональный и сложный. А УМПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь. И там бы их бы и ПВО украинское избивали. Эти российские Су-34, да. А так можно сбросить бомбу издалека. Она как бы вот на своих вот этих крылышках долетит. И плюс у неё есть вот небольшая возможность корректируемой коррекции. Она может чуть точнее попадать, чем обычная авиабомба. Это действительно так. Но эти модули из-за того, что они достаточно кустарные, ну хоть и производятся на заводе, но всё равно выглядят они очень кустарно. Сделаны они наспех, очень дёшево и грубо. Соответственно, они ломаются. Вот недавно на Харьков как раз упала такая авиабомба. И по кадрам падения видно, что у неё этот комплекс УМПК просто отсутствует. То есть бомба точно долетела на нём, а комплекс оторвался. СИТ, например, назвали самой такой приоритетной версией то, что, возможно, ПВО сбило этот комплекс. То есть когда отработало ПВО по бомбе, то комплекс отвалился. Мне кажется, что тут скорее, возможно, неисправность. То есть комплекс сам, по сути, отвалился, и бомба упала вниз. Ну так или иначе. И как раз такие бомбы с вот этими комплексами падают повсюду, где их сбрасывают. То есть он всё время ломается в определённом проценте. И этот процент достаточно высокий. Плюс их бросают настолько много, что даже 3-2% отказа, кажется, немного. Но это десятки, а то и сотни этих авиабомб. Ян, давай теперь поговорим о прилётах со стороны Украины. Насколько широка география этих прилётов? Насколько она расширяется? Украинские беспилотники, кажется, уже до Казани долетали. И главное, в чём их стратегическое назначение? Ну, конечно, обстрелов настолько много, что тут можно уже целую классификацию проводить. Понятно, что есть обстрелы, нацеленные на конкретные объекты. Либо беспилотники атакуют, либо ракеты. Ну и тут цель понятна — вывести из строя объекты. Если говорить о каких-то дальних рубежах, то это чаще всего нефтеперерабатывающие заводы. Это как очень уязвимая, очень такая явная, понятная цель, плюс она бьёт по экономике. Всё-таки повредить военный завод, да, это, может быть, людям кажется, что вот военный завод, надо бомбить там этими дронами. Но маленький беспилотник военному заводу практически ничего не сделает. Нет таких военных заводов, на которых бы, скажем, взрывчатка лежала бы, значит, целыми штабелями. И туда, значит, дрон влетел, всё, взрыв, как в кино, знаете, все заводские корпуса мгновенно взрываются, всё, производство уничтожено. Ну, конечно, такого нет. Мы можем посмотреть даже на украинские буквально военные заводы, разные промышленные объекты. Российская армия их бомбит-бомбит, обстреливает ракетами, дронами. Но всё равно, да, чтобы вывести ту же там электростанцию, нужно несколько попаданий точных ракет, чтобы она взорвалась, и то её вот начинают восстанавливать, да. Соответственно, нефтеперерабатывающий завод, он, по сути, ну там много, да, горючего, которое горит. Вот, соответственно, поэтому его можно эффективно даже маленьким беспилотникам поразить. Что касается обстрелов ближней, ближней зоны, так скажем, особенно сейчас Белгородской области, то, конечно, они направлены на непосредственно военные разные объекты. Это и склады, и система ПВО тоже, и места скомпления. Что-что? Аэродромы тоже? Да, но с аэродромами есть тоже нюанс, что сейчас, на данный момент, до аэродромов на российской территории, да, на законной российской территории долетают только беспилотники украинские, потому что США не разрешили использовать тактические ракеты Атакамс для ударов по российской территории, поэтому туда пока видеть не могут. Последнее, кстати, заявление Госдепа, Ян, я хочу, накануне было на заседании Конгресса, представитель Госдепа сказал, что они разрешат эти ракеты Атакамс использовать на расстоянии более 100 километров от границы, если Россия попытается расширить фронт. Ну, то есть это возможно? Ну, да, очень много условий, я так понимаю, что они как-то пытаются дополнительно, да, себя... Расширить свою зону. Ну, скорее, мне кажется, это работа именно на просто на репутацию, на вот, ну, больше показуха, то есть понятно, что все вот эти внутренние договоренности военные непосредственно, их не раскрывают вот так вот, да? И больше, я думаю, это пиар, скорее, вот эти разговоры, тем более 100 километров это очень мало, плюс, опять-таки, вот это условие, если расширится зона фронта. Вообще, сейчас речь идет скорее о том, что украинцы будут сужать эту зону, да, если мы говорим о Харьковской области, и контратаковать там, поэтому такое ощущение, что это условие-то и не выполнится тогда. Вот, а я хотел уточнить, что вот аэродромы-то российские страдают, ну, те, которые находятся под российским контролем, на оккупированных территориях, в том числе в Крыму активно там, да, там как раз ракета «Атакамс» очень активно используется для ударов именно по аэродромам и стоящим там рядом с системам ПВО. Ян, я еще уточню по поводу эффективности, вот за счет этих ударов по Белгородской области, по павероничным территориям, по Крыму в том числе, удалось ли ВСУ, ну, как-то отодвинуть, по крайней мере, вот эти вот резервы российские от линии фронта? Что касается Белгородской области, есть прекрасно, вчера опубликовались IT, Conflict Intelligence Team опубликовали ТРЕД, о том, что российские обстрелы ракетами С-300 по Харькову буквально прекратились после того, как украинские военные нанесли удар по одной из батарей С-300 или С-400, находящейся в Белгородской области. То есть не обязательно это была та самая батарея, которая наносила удары, но просто, видимо, российские военные поняли уязвимость этих батарей, им пришлось отодвинуть их дальше, и поэтому они не могут больше ракетами С-300, которые доработаны для ударов по земле по наземным целям, не могут атаковать Харьков. То есть вот прямой результат, да, вот таким образом сократили террор, по сути, украинского населения, украинского мирного города. Что касается Крыма, то там поражено уже очень много целей, и эффект-то он такой суммирующийся, то есть постепенно российское ПВО в Крыму становится всё слабее. Мы видим, что по большей части эти ракеты долетают до цели и попадают довольно точно, я имею в виду украинские, и поражают. Вот на днях буквально в районе Балаклавы был разрушен склад с дронами «Шахет», которые тоже запускают по украинским городам. То есть тут тоже украинские военные смогли снизить, да, вот эти возможности террора российской армии. И в целом, ослабляя оборону, воздушную оборону Крыма, украинские военные, с одной стороны, готовят почву для прилёта F-16, которым будет проще. С другой стороны, они подготавливают атаку каких-то более важных объектов, в том числе Крымского моста, который сейчас ещё прикрыт ПВО довольно сильно, но кто знает, как эта ситуация изменится через некоторое время.